Дорогие мои друзья, я приветствую вас на мастер-классе по вязанию очень необычных носочков, которые вяжутся у нас с вами от пятки. Предлагаю дать им название бумеранг. Название это предложено моими зрителями. Сразу оговорюсь, что я не являюсь автором техники вязания данных носков. Я их просто связала для себя. Вы попросили записать мастер-класс. Я согласилась, и поэтому у каждого из вас будет возможность связать себе такие необычные интересные яркие носки. Для вязания этих носков лучше всего подойдет любая секционная пряжа. Именно узор раскрывается в секциях. Однотонной пряжи, конечно, тоже можно вязать, но вид их будет намного уступать тому виду, который получается из секционной пряжи. Как вы видите, у меня отвязано два варианта носков. Первый вариант я связала себе из пряжи вултайм от Ализе и спицами номер три. Вот эти носки я вяжу вместе с вами в мастер-классе. И это пряжа Happy Fit и номер цвета 3250. Эту пряжу здесь 330 метров на 100 грамм, но так как здесь в составе 75 процентов меринос и 25 полиамид, пряжа достаточно ощущается как тонкая. И вяжу я эту пряжу на спицах два с половиной. Друзья, вы можете работать любой пряжей, которая у вас есть в наличии или которая вам нравится. От чего будет зависеть успех этих носочков? Здесь очень непростая линия прибавок. Зависеть будет в первую очередь от пряжи, которой вы работаете, от инструмента, которым вы работаете, но самое главное от формы вашей ноги. Я сразу оговорюсь, что у меня нога, стопа узкая с низким подъемом. Если у вас стопа высокоподъемная, широкая, то прибавки вам нужно будет делать. Я сейчас расскажу, какие прибавки вам нужно будет делать чаще. И на что необходимо будет обратить внимание, я тоже буду рассказывать в мастер-классе. Я начну, друзья, с вами вязать вместе, потом я дам вам вариант прибавок, который дает автор носков. Я не знаю автора, поэтому я его не называю. Насколько мне известно, это иностранная мастерица. И назову вам прибавки, которые выработала для себя я и какую концепцию я выявила для себя для вязания носков. Приступаем. Друзья, в первую очередь нам с вами понадобятся чулочные спицы. Без них никуда. Начало будет идти именно с них. Далее я перейду на технику Magic Loop на круговых спицах. Вы можете продолжать вязать на чулочных, как вам будет больше удобно. Крючок для набора. И крючок нам нужен, как видите, без ручки, для того, чтобы мы смогли его продвинуть по петлям. Набор мы с вами начинаем с кольца амигуруми. Выполняем его крючком. Для начала я оберну несколько раз, ну вот так вот, вот так я обернула вокруг пальца нить, у меня образовалось кольцо. Я могу прям вот так вот снять его, сейчас секундочку, вот так вот. Сейчас выведу, смотрите, под кольцо я ввожу крючок, вывожу петельку и провяжу эту петельку столбиком без накида. И сниму кольцо с пальца, для удобства работы. Первая петля у меня у нас с вами есть. Набор начинаем с 12 петель. В кольцо вводим крючок, подхватываем рабочую нить, выводим петлю и провязываем ее. Две петли на крючке, вновь в кольцо, подхватили, вывели и провязываем. Три петли на крючке, еще раз, вывели и провязали. Четыре и так мы вяжем 12 петель. 12 петель у меня провязано в кольцо. Я их перемещаю на кончик крючка и распределяю на каждую спицу по 3 петли. Просто переснимаю. Раз, два, три, далее следующая спица. У вас всего получится 4 спицы по 3 петли. И вот смотрите, у меня все петли распределены на 4 спицы. Теперь я беру кончик ниточки и тяну его, затягивая таким образом получившееся кольцо. Хорошенечко подтягиваем. Еще. Все. Максимум. Вот такое колечко у нас получается. Далее мы провязываем один ряд лицевыми петлями по кругу. вяжем самостоятельно. Я провязала один ряд лицевыми петлями. Теперь, друзья, у нас будет первый ряд с прибавками. Фактически у нас с вами получается 4 клина. Как в реглане мы вяжем, у нас крайние петли в каждом клине будут вязаться лицевыми. А после первой петли у нас будет идти прибавка и перед последней петлей на спицы. Мы провяжем с вами первый ряд с прибавками. Далее я расскажу о ритме прибавок. Первую петлю вяжем лицевой. Прибавку формирую из протяжки предыдущего ряда. Поднимая с правой стороны клина, поднимаем правой стенкой к себе. То есть у нас прибавки будут наклоны смотреть в центр каждого клина. Провязываем с наклоном влево. Далее 1 лицевая. С левой стороны клина мы поднимаем протяжку предыдущего ряда и помещаем левой стенкой к себе. Провязываем за эту стенку, то есть с наклоном вправо. В первом ряду не очень удобно это делать. Дальше будет легче. Лицевая петля. Повторяем в каждом клине точно такие же прибавки. На каждой спице у меня образовалось по 5 петель. Следующий ряд мы провязываем без прибавок. Я провязала один ряд без прибавок и установила маркер на начало ряда для того, чтобы мне не путаться. Теперь поговорим с вами о ритме прибавок. Как выполняются прибавки я вам показала из протяжки предыдущего ряда. И смотрят они друг на друга в каждом клине. С правой стороны с наклоном влево, с левой стороны с наклоном вправо. В каждом клине. Теперь о прибавках. Я, друзья, составила вот такой вот список. Значит, давайте по порядку. Прибавки по пятке. Покажу наглядно. Вот они у нас, друзья, формируются 4 линии. Вот она, раз линия, последняя петля клина, первая петля клина. Вот он, раз линия, вот он, два линия, вот они идут прибавки. Последняя петля клина, первая петля клина, третий клин, четвертый клин, последняя петля клина, последняя петля клина. Поняли? Вот. Вот формируются у нас с вами прибавки. Ритм прибавок. Автор предлагает следующий алгоритм. Мне он не подошел ни разу. Вяжу вторые носки, мне он не подошел. Опять же, все зависит от формы ноги и от инструмента и плотности вязания. Я носки вяжу достаточно туго. Смотрите, автор предлагает 4 раза делать прибавки в каждом втором ряду, 3 раза в каждом третьем ряду, 4 раза в каждом четвертом, 3 раза в каждом третьем, 2 раза в каждом втором. В итоге, на каждой спице у нас образуется по 35 петель. Всего в половине носка 70, в половине носка 70. Итого 140 петель в работе. Мой ритм для вот этих носков я вязала практически то же самое. Но провязала, вот смотрите, не 3 раза в каждом третьем ряду, а 5 раз в каждом третьем ряду, дойдя до 35 петель. То есть количество петель меня устроило на этом этапе. Но количество рядов мне не хватало. То есть если мы возьмем 3 раза в каждом третьем, это 9, и 2 раза в каждом втором, это 4 ряда. 9 плюс 4, получается 13 рядов. Для меня это мало. У меня получилось 15 рядов. То есть я 5 раз сделала прибавки в каждом третьем ряду. То есть вот до сих пор я вязала вместе с автором. Дальше пошла своим путем. Я сделала 5 раз прибавки в каждом третьем ряду. И у меня образовалось 35 петель, после чего я 2 ряда провязала без прибавок. И у меня образовалось точно такое же количество петель. На спицах номер 3, это вот эти носки, Alize Wool Time. Это достаточно толстые носочки. У меня совершенно по-другому ритм был. 3 раза я провязала в каждом втором ряду. 2 раза в каждом третьем ряду. 8 раз в каждом четвертом ряду. Всего было по 29 петель на каждой спице. То есть 58 на одной половине носка, 58 на другой. Всего 116 петель. А здесь 140, разницу чувствуете, да? Но это за счет вязания разной толщиной пряжи, разным инструментом. Так вот, от чего же все-таки зависит, как вам угадать, сколько рядов вам необходимо вязать и где на каком ритме делать расчет. Вот смотрите, вот до сих пор, вот до сих пор при вязании пряжей стандартной толщины, это 420 метров на 100 грамм спицы 2,5, мы вяжем все одинаково. Вот до сих пор. А дальше мы с помощью примерки на ногу определяем, какое количество сантиметров нам с вами не хватает. То есть вот эти 4 клина у нас должны с вами сойтись вот здесь, наверху нашей ноги. Только примеряйте, пожалуйста, на себя. При этом, когда вы примеряете вот эту шапочку, я покажу вам фотографию, вот эту шапочку на себя, да, получившуюся, у вас вот здесь ни в коем случае не должно с натяжкой быть, вот в этом месте, место подъема ноги. У вас должно свободно это полотно проходить по ноге. В противном случае вы просто потом не наденете на ногу носок. То есть вот здесь без натяжки, вот эти вот линии. Вот когда я провязала 3 раза в каждом третьем ряду, я поняла, что мне вот здесь не хватает вот такого расстояния. Я продолжила делать прибавки еще 2 раза в каждом третьем ряду, всего 5 раз в каждом третьем. Когда я сделала все прибавки, я поняла, что ширины мне хватает. А вот длины не хватает, я провязала еще 2 ряда круговых, выйдя на необходимую мне длину вот этого полотна. Теперь относительно количества петель. Вы скажете мне, откуда мне знать, сколько петель мне надо? Обратите внимание, этот алгоритм я уже поняла для себя. Если я вяжу обычные носки стандартной пряжи всегда для себя на 60 петлях, то у нас с вами идет диагональное вязание. Диагональ у нас забирает ширину. Соответственно, количество петель в работе должно быть больше, ну, минимум на 10 петель. 10, 14, вот так вот примерно. Смотрите, я не зря вам нарисовала вот это вот, вот эти схемы. Если я вяжу на 60 петлях, то на двух спицах у меня должно быть количество петель на 10-14 петель больше, чем при обычном вязании носков. Если, например, вы вяжете всегда носки на себя на 70 петлях, например, 72 петли, предположим, или там 68, то у вас должно быть, соответственно, 78 минимум, или 82 петли, то есть на 10 больше. Я думаю, это прекрасно всем понятно. Потому что вот эти две спицы будут нам отвечать за вязание вот этой части ноги, а вот эти две спицы будут отвечать за вязание вот этой части ноги. Это вам теория. Сейчас мы продолжаем вязать, делая прибавки. Вот, если у вас стандартная пряжа, вот до сих пор все вместе одинаково. Как делаются прибавки, я вам показала. Работаем самостоятельно. Далее, с помощью примерки определяем для себя последующий ритм, либо продолжаем вязать, делая прибавки в каждом третьем ряду, либо делаете прибавки, если вам необходимо еще больше петель расширить, делаете прибавки в каждом втором ряду и определяете с необходимым количеством рядов, чтобы у вас получилась вот такая картина. Таким образом, друзья, вот такая шапочка у нас с вами получилась. Но это не шапочка, а пяточка. И как она выглядит на ноге, вы уже видели. Я сделала все прибавки ровно так, как я вам показала по моему варианту для спиц номер два с половиной. Я нахожусь в начале ряда. Вы помните, я на начало ряда устанавливала маркер. Вот она, начало ряда. Что я делаю теперь? Ну да, вы поняли, что у меня переснято с четырех спиц на мейджи клуб. Это две спицы и это. На каждой по 70 петель. Вот я нахожусь в начале ряда. Вот закончила ряд вязать. И вот теперь от начала ряда петли с одной якобы спицы и со второй якобы спицы я переснимаю на петли держатели. Вот, друзья, я пересняла на петли держатели. У меня в работе остаются 70 петель. Вот эти петли, которые на петли держателях, это будущий паголинок. Мы за них пока забываем. Сейчас я вывожу по центру петель, которые в работе, леску. Разделяя таким образом на 35 и 35 петель. И в работе у меня будут только вот эти петли. Вот так. Вот это паголинок, а вот это стопа. Что я делаю в первую очередь? Я начинаю вязать по кругу. Первый круговой ряд провязываю. Вот, знаете, нужно это сделать максимально, чтобы вот здесь была как можно меньше протяжка в месте соединения. Она будет все равно. Мы ее потом замаскируем, уберем, все будет нормально. Но максимально туго необходимо здесь провязать. Первый ряд я вяжу петли по кругу, без каких-либо прибавок и убавок. Максимально подтяните рабочую ниточку и вяжите. 2-3 петельки прям туго-туго провяжите. Все. Я вот сейчас провязала одну спицу. И видите, я вот здесь в месте соединения двух спиц прямо вот булавочкой сколола, чтобы максимально не растягивалось место протяжки моей, место соединения. И вяжу теперь вторую спицу. Вот довязала вторую спицу, несмотря на то, что у меня вот она булавочка, видите, у меня вот здесь вот она, есть протяжка, вот она. Я ее помещаю сейчас в перекрещенном состоянии. Раз, повернула и поместила на левую спицу. Теперь, начиная с этого ряда, по верхней части моего носка я делаю убавки в начале ряда 2 вместе и в конце ряда 2 вместе. А по стопе будут идти прибавки, так же, как и шли. Итак, друзья, у меня помещена сейчас протяжка. И моя задача провязать сейчас не 2 вместе, а 3 вместе. То есть, вот эту протяжку, чтобы я ее просто убрала излишнее расстояние моей нити. 2 и 3. 3 петли вместе. Подхватываю третью. 3 петли вместе с наклоном влево за задние стенки. Провязала 3 вместе. Подтянула опять максимально ниточку. И вяжу, не довязывая одну петлю. У нас вот здесь с вами шли прибавки. Вот явно видно, вот она дорожка из двух петель. Вот я не довязываю одну петлю до конца петель на этой спице. Запомнили, в начале ряда мы делаем прибавку с наклоном влево. То есть, у нас прибавка смотрит в центр нашего бокового полотна. Не довязана петелька. Я должна сделать теперь прибавку. Прибавка тоже должна смотреть в центр моего бокового полотна. Поднимаю левой стенкой к себе. И провязываю лицевую с наклоном вправо. Заканчиваю ряд на этой спице. Лицевая. Перехожу на следующую спицу. Провязываю первую петельку. Делаю прибавку, которая смотрит в центр бокового полотна. Значит, с наклоном влево. Помещаю правой стенкой к себе протяжку. И провязываю за дальнюю долю с наклоном влево. Не довязываю двух петель на этой спице. Две петельки не довязаны. Я их должна провязать с наклоном в центр полотна. То есть, с наклоном вправо. За передние стенки две вместе лицевой. Следующий ряд я вяжу по кругу без убавок и прибавок соответственно. То есть, в каждом втором ряду. По верхней части убавка в начале ряда и в конце ряда. По нижней части, не довязывая одной петли, прибавка. Разворачиваем, провязываем одну петлю, прибавка. И вяжем ряд до конца. В каждом втором ряду. Сколько у вас будет прибавок и убавок. Зависит исключительно от длины вашей стопы. То есть, от вашего размера. Показываю наглядно. Мы должны вязать таким образом. До тех пор. Вот смотрим вот так. Вот так смотрим. Вот здесь у меня идут убавки. А вот здесь у меня идут прибавки. Вязать нужно до тех пор, пока длина вашего полотна по стопе не достигнет длины той, где вы всегда начинаете формировать мысок. Вот так. То есть, ориентируясь на стопу. Если вы вяжете носок в первый раз, как вас сориентировать? Вот эта точка, вот эта точка, в зависимости, опять же, от формы вашей ноги, ваших пальцев. Есть пальцы, квадратная форма стопы бывает с пальцами. Есть пальцы вытянутые, длинные. Зависит от того, какая у вас форма. Если пальцы достаточно длинные, то необходимо провязать до конца мизинца. Если у вас пальцы не длинные и имеют более квадратную форму, тогда вяжите до середины вашего мизинца. Ну, а если вы не первый раз вяжете носки, то вы прекрасно понимаете, до какого уровня вам необходимо довязать вот этот участок. Еще раз, до того момента, пока мы не начнем с вами формировать, начали бы формировать мысок. В моем случае у меня получилось 14 раз я сделала прибавки и убавки. И мы встретимся с вами. Это как раз вот она полоса, она заканчивается. Вот она, зеленая полоса, вот она. Вот на этом уровне мы с вами встретимся и вяжем далее самостоятельно. Итак, друзья, я вывязала необходимую мне длину стопы по нижней части до начала формирования мыска. Но прежде чем я приступлю к формированию мыска, мне же нужно выровнять вот этот участок. Полотно-то должно быть у меня ровным. Что мы для этого должны сделать? Мы должны промерить глубину нашего угла. Предполагаю, что у всех он будет составлять одинаковое значение, потому что я вяжу вторые носки из другой совершенно пряжи и угол у меня абсолютно одинаковый. Но вы перепроверьте обязательно. Ставим вот так вот линеечку от верхней точки строго перпендикулярно вниз. И промерьте, пожалуйста, не натягивая ваше полотно, сколько сантиметров вот здесь на нижнем участке. Ну вот давайте вот так вот на вскидочку. Вот они мои 4 сантиметра. Видите? Теперь необходимо знать плотность вязания по вертикали. Для этого мы берем, ставим нулевую отметку на начало петли. Как видите, я не работаю сейчас с отпаренным или там постиранным полотном. Проложила линейку строго по одному ряду. Приближу. Начало петли. Обратите внимание, нулевая отметка на начале петли. Ищу на каком участке у меня заканчивается полная петля. Вот, например, на участке 6 сантиметров у меня полная петля. Просчитываю количество рядов на этом участке и делю их на количество сантиметров. Выявляю плотность вязания по вертикали. Теперь небольшое арифметическое действие. Мы должны наш угол перевести в ряды. Угол 4 сантиметра я умножаю на плотность вязания по вертикали на 4,8 ряда. В моем случае получаю в округленном состоянии, округлила до целого 20 рядов. До четного. Главное округляйте до четного. Лучше в меньшую сторону, чем в большую. Вот у меня получается 20 рядов. Так как мы будем работать сейчас с вами укороченными рядами, они всегда двойные. Делим на 2. И получается всего у меня будет 10 укороченных рядов. Для выравнивания. На одной спице у меня 35 петель. Вот здесь 35. И на второй спице 35. Делю 35 петель на 10 укороченных рядов. Получаю ритм 3,5. 3 целые говорит о том, что у нас будет захват петель по 3 петли. Но так как число у нас не целое, а с хвостом, следующая порядковая за тройкой у нас идет четверка. Порядковое число за целым идет четверка. Значит будут еще захваты и по 4 петли. Соответственно, я просчитываю, что если я 5 раз захвачу по 3 петли, это будет 15 петель. И 5 раз по 4 петли, это будет 20 петель. Всего получается 15 плюс 20, 35 петель. 5 плюс 5 раз получается 10 рядов. Все, это и все, друзья, это все расчеты. Больше расчетов не надо. Что я делаю? Я беру свой будущий носок. И мне сейчас необходимо петли распределить на верхнюю часть и на стопу. 35 у меня не делится пополам. Поэтому большую часть, 18 петель, я отведу на стопу, а меньшую на верхнюю часть. 3, 6, 10, 13, 16, 17. Вытаскиваю леску. Это у меня верхняя часть. Делаю то же самое со второй спицей. Меньшую часть наверх. 3, 6, 10, 13, 16, 17. Вывожу на леску. Вот эти объединяю петли. Там, где 18 и 18, получается 36 петель у меня на стопе. И 34 петли у меня по верху. Я нахожусь сейчас уже теперь в начале ряда. И, судя своим расчетом, я должна захватить 5 раз по 3 петли. Не имеет значения, какую группу петель захватывать вперед. Более маленькую, более большую. Можно же захватывать по 4 петли. Можно по 3 петли. Я буду захватывать сначала по 3 петли, потом по 4 петли. Значит, приступаем к работе. Вяжем первые 3 петельки. 1, 2, 3. Разворачиваемся. Мы работаем с вами из центра. Первую петлю снимаем. Изнаночную затягиваем от себя. Образовалась двойная петля. Она является первой из трех. Считаем 1, 2, 3. И захватываю 3 петли с этой стороны, с этой спицы. 1, 2, 3. Разворачиваюсь. Лицевую петлю я снимаю. И затягиваю рабочую нить. На себя образовалась двойная петля. Я двигаюсь к затянутой петле. Затянутая петля провязывается, заводя спицу слева направо. Вот таким образом подхватили. Получилась бабочка. Провязываем лицевой. Подтягиваем рабочую ниточку. Захватываем следующую тройку. Разворачиваемся. Снимаем и затягиваем петлю. Двигаемся к затянутой петле по изнаночной стороне. Затянутая петля. Заводим спицу сзади. Подхватываем петельку. Двойная доля петли на одной спице. Двойная на другой. Провязываем изнаночной. Подтягиваем рабочую ниточку. И захватываем вторую тройку по изнаночной стороне. Разворачиваемся. Мы с вами произвели захват 2 раза по 3 петли с каждой стороны. А надо 5 раз в моем случае. Первую петлю я вновь снимаю. Затягиваю на себя лицевую петлю. И двигаюсь куда? Правильно. К затянутой петле. Провязываю ее должным образом. Захватываю следующую тройку. Разворачиваюсь. Провязываю до затянутой петли. Провязываю ее. Захватываю следующую тройку. Разворачиваюсь. И так далее. До тех пор, пока у меня не останется одна группа петель из уже 4 петли. Теперь 4 петли. Вот здесь центральная линия у нас идет. Останется 4 петли захватить у меня с одной стороны и с другой. И здесь я с вами встречусь. И вот, друзья, у меня остается... Вот она центральная часть моей стопы. У меня остается 4 петли. Вот она затянутая петелька. Я ее провязываю должным образом. После нее я должна захватить 4 петли. Но я захвачу не 4, а 3. Одну петлю оставив для провязывания в круговом вязании. Это лицевой ряд. Обращаю ваше внимание. Провязала 3 петли. И одна осталась. Разворачиваюсь. Затягиваю петлю. И вяжу до затянутой петли в изнаночном ряду. Довязала до затянутой петли в изнаночном ряду. Провязываю ее должным образом. Мне остается захватить 4 петли. Я их захватываю. 1, 2, 3, 4. Разворачиваю работу на лицевую сторону. И вот эту петлю я не буду затягивать. Я делаю накид от себя. Пожалуйста, не затягивайте его. Иначе вы не сможете потом его провязать. Снимаю следующую петлю непровязанной. Никуда ничего не затягиваю. Даже более того, вам скажу, что накид у меня идет свободно. Вот этот накид будет провязываться с оставленной нами одной петлей в лицевом ряду. Вот сейчас я продолжаю вязать. Видите, я никуда ничего не затягиваю. Иначе будет сложно. Вяжу до затянутой петли вот сюда. В лицевом ряду я провязываю затянутую петлю. И следующую оставленную петельку я разворачиваю левой стенкой к себе. И провязываю ее вместе с накидом. Если в следующем ряду вы увидите, что вот эта петелька у вас растянутая, просто подтяните эту петлю вправо под подтягиванием петелек. И все у вас будет хорошо и прекрасно. Довязываю этот ряд на этой спице до конца. И приступаю к выполнению мыска. Мысок я буду вязать ленточный. Я вам расскажу, как его вязать. Я думаю, его умеют вязать все. Но, тем не менее, здесь есть один нюанс в том, что у нас разное количество петель на стопе и на верхней части нашего носка. Все. С этого момента приступаю к мыску. Для начала нас химика. Вот она наша подошва. 36 петель. Мы должны количество петель разделить на 3 равные части. Подошва у меня делится на 12, 12 и 12. А верхняя часть у меня не делится равными кусками. Значит, у меня 11, 11 и 12. Вот эти 12 центральных петель, они будут у меня закрываться иглой. А боковые петли, ритм закрытия для себя я выбираю 5 раз в каждом втором ряду, 6 раз в каждом ряду. Если вы сейчас, выровняв наш носочек, видите, что длина вашего носка маловатая, но вдруг вы ошиблись, да? Тогда вы можете 6 раз закрыть в каждом втором, 5 раз в каждом ряду. Это смотрите сами. Да и к тому же, я думаю, что вяжут уже матерые вязальщицы носков и прекрасно знают, как вывязывается мысок. Так вот, я вязала, вот здесь я вязала в начале ряда 2 вместе и в конце ряда 2 вместе. С одной стороны и с другой стороны точно так же. То есть, я не отступала в начале ряда 1 петельку. А вот здесь, вот здесь, у меня в начале ряда я отступаю 1 петлю, 2 петли вместе провязываю ряд до конца, не довязывая 3 петель. 2 вместе 1 лицевая начинается следующая спица 1 лицевая 2 вместе провязываем не довязывая 3 петель на спице 2 вместе 1 лицевая мы с вами помним что наклоны всегда у нас с вами смотрят в центр нашей детали я покажу вам на одной спице как я делаю у бабочки а дальше вы справитесь без меня закрываем иглой в мастер-классе а также не привожу способ закрытия иглой вот смотрите либо вы провязываете одну петлю либо убавляйте сразу мне больше нравится в этом варианте сразу потому что как бы гармонирует у нас все наши дорожки по стопе по верху по при бабочкам вот везде выделено как бы по 2 петельки поэтому когда мы сразу начинаем закрывать петли правая сторона детали закрываем с наклоном влево за задние стенки 2 петли вместе она все это гармонично смотрится мне так нравится больше не довязываю на спицы 2 петель и провязываю 2 петли вместе с левой стороны с наклоном вправо за передние стенки перехожу на следующую спицу вновь я провязываю с правой стороны детали с наклоном влево первую петлю я переснимаю чтобы она не была у меня скрещенная стоит левой стенкой ко мне провязываю 2 вместе с наклоном влево и не довязывая двух петель до конца ряда провязываю 2 петли вместе с наклоном вправо друзья дальше продолжаем ритм я вам сказала с каким я работаю продолжаем вязать самостоятельно и закрываем оставшиеся 12 петель в моем случае иглой и вот когда друзья я довяжу до момента на 1 спицы у меня будет 14 петель я закрываю 2 вместе 2 вместе у меня остается 12 петель это по верху изделия а по низу изделия у меня 16 петель на спицы на 2 больше я закрываю не 2 вместе а 3 вместе и 3 вместе таким образом у меня количество петель на двух спицах будет уравниваться друзья работа со стопой у меня завершена петли закрыты с помощью иглы и вот такой получается мысочек принципе я вам его уже показывала теперь что касается паголин к друзья зависит исключительно от того каким высоким вы хотите его видеть если вы не хотите высокие носочки то вы прямо от этого этапа начинаете производить выравнивание идентично тому как мы выполнили выравнивание вот на этом участке с тем же ритмом которым мы посчитали потому что здесь угол точно такой же равный четырем сантиметрам в моем случае если вы хотите носочки повыше как в моем случае например у меня связано вот эта часть вот эта часть у меня связано идентично вот этой части то есть по верхней части я делаю убавки по задней части я делаю прибавки я сделала их столько же сколько было у меня вот здесь то есть 14 прибавок я сделала и 14 убавок соответственно после чего я произвела выравнивание то есть вот эта часть у меня связано абсолютно одинаково вот с этой частью далее я провязала резиночку и закрыла петли с помощью иглы резинка один на один давайте мы начнем с вами вместе здесь есть один нюанс такой как возможная протяжка вот в этой зоне я присоединила к центру рабочую нить и зафиксировала ее но вот здесь если сразу начать вязание от спицы получится у нас с вами дырочка смотрите что еще вам порекомендую если вы знаете что у вас ножка полненькая то вы можете вот на вот вот здесь вот здесь добрать одну петельку с этой стороны одну с этой тогда у вас количество петель сравняется то есть как как мы вязали да у нас было 36 по стопе 34 по верхней части носка то же самое здесь но здесь нам не нужно вывязывать мысок и не нужно разделять но тогда у вас просто на 2 петельки будет больше это можно сделать смело если вам этого не нужно то что мы с вами делаем для красивого вот здесь подъема петель так смотрите пожалуйста я подниму сейчас протяжку вот эту перекрещу ее и провяжу вместе с первой петлей здесь особо в принципе значение в первом ряду не имеет какой наклон куда вы делаете вижу ряд до конца дойдя вот до этого места я с вами встречусь я не довязала одну петельку и подниму смотрите вот она идет протяжка да но я подниму следующую протяжку вот эту вот то есть я сейчас эту петельку пересниму пока не провязанной поднимут эту протяжку также в перекрещенном состоянии провяжу две петли вместе лицевой никаких прибавок в по задней части паголинка я не делала в первом ряду теперь смотрите может получиться так что вот того что мы сделали с вами только что может быть недостаточно проверьте вот смотрите если я начну вязать видите у меня вот здесь центральная часть будет образовываться дырочка поэтому я еще раз подниму теперь центральную часть которой у меня была присоединена рабочая нить вот она вот она эта петелька вот она я ее поднимаю и мне необходимо начать с этого ряда делать убавки убавки всегда смотрят в центр то есть в начале ряда я делаю убавку с наклоном влево я разворачиваю петли чтобы мне было удобнее провязать и вот эту петельку также в перекрещенном состоянии я провяжу 3 петли вместе и подтяните хорошенько вот здесь рабочую нить прям сильно подтяните далее я продолжаю вязать до задней части паголинка делаю прибавки также как мы делали с вами по стопе то есть я не довязываю одну петлю одна петелька у меня не довязана прибавка с наклоном вправо поднимаю протяжку левой стенкой к себе и за эту стеночку провязываю лицевой скрещенной лицевая перехожу на следующую спицу провязываю первую петельку и прибавка с наклоном влево поднимаю протяжку правой стенкой к себе и провязываю за дальнюю долю с наклоном влево не довязывая 2 петель до конца ряда 2 петельки не довязана прибавка с наклоном вправо за передние стенки следующий ряд я вижу без прибавок и убавок то есть ритм точно такой же друзья работаем далее самостоятельно вывязывая ту необходимую вам длину которую вы хотите у меня можете можно меньше вот этого участка вязать можно больше этого участка вязать все зависит исключительно от вашего желания после того как я завершу делать прибавки убавки 14 раз я выравниваю участок и перехожу на резиночку ну что ж друзья у меня работа с носочком завершена вот так выглядит носок только что сошедший со спиц конечно же стираем блокируем отпариваем и радуемся замечательным интересным носкам если вы досмотрели это видео до конца если вам был полезен этот мастер класс я благодарю вас за лайк под этим видео и хочу предложить вам связать точно такие же носки и конечно же делитесь своими фотографиями можете присылать мне в личку можете в дзене под этим видео прикреплять фото своих работ мне будет очень интересно какие получились у вас ваши прекрасные носки и еще друзья было бы неплохо если бы каждый из вас кто вязал эти носки оставил бы свой комментарий под видео в части прибавок по пятки с каким ритмом прибавляли вы из какой пряжи каким номером инструмента вязали вы это нужно совсем не мне это нужно другим зрителям которые также прочтут комментарии и возможно ваши советы также смогут быть полезны помимо моих еще и вашему смогут быть полезны другим вязальщицам ну что ж друзья я всем вам пожелаю ровных легких петелек вооружайтесь спицами клубочками и творите всем пока друзья